Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Борьба с лишними килограммами. Транспортная инспекция следит за весом большегруза. Сколько раз это нельзя? Кто получил штраф? Пожог или неосторожное обращение с огнем? На комбинатской горела баня. Обуглены стены, повреждена кровля перекрытия. Что стало причиной ЧП? Дорога не место для свалки. Кадры с видеорегистратора на Крылово разлетелись по всем соцсетям. Молодой человек был привлечен к институту. Чем еще чреваты необдуманные поступки? А также взаимовыгодное сотрудничество, деревенский домик и зеленый запрет. В 13 районах страны введены ограничения на посещение лесов. Есть ли в списке Бобруйск? Сверили часы. Александр Лукашенко встретился с послом Вьетнама. Разговор состоялся в Дворце Независимости. Глава государства акцентировал. Беларусь полна решимости развивать сотрудничество с Южноазиатской республикой. Спектр возможностей весьма широкий. От увеличения экспорта до строительства новых предприятий. Мы всегда будем делать все для того, чтобы Вьетнам развивался. Это не только потому, что мы любим вьетнамский народ. Это действительно так. Мы с любовью относимся к вашему народу. Но это еще и потому, что это с точки зрения экономики выгодно. Это прагматизм характерен и для нашего народа, и для вьетнамского народа, для наших государств. Это сотрудничество всегда приносило и будет приносить пользу. У нас около 200 миллионов уже товарооборот по году. Может быть и больше. Беларусь экспортировала на вьетнамский рынок калийные удобрения, продукцию животноводства, изделия приборостроения, лекарства и косметику. Импортировала каучук, орехи, рыбное филе и интегральные схемы. Партнеры договорились и о строительстве предприятия по производству молока и молочных товаров. Жар костей не ломит. Накануне в Бобруйске горела баня. Сообщение спасателям о пожаре на Комбинатской поступило в 12.14. К прибытию первых подразделений вовсю полыхала кровля. Здание внутри и снаружи окутал плотный дым. Хозяева в это время находились на улице. В результате пожара повреждено некоторое имущество внутри бани, обуглены стены, повреждена кровля, перекрытие. К счастью, пострадавших нет. Причина выясняется. В тот же день в Горбацевичах горело заброшенное здание. Огнем задело кровлю и перекрытие по всей площади. Сильно повреждены стены, полностью уничтожены деревянная беседка и веранда. К счастью, внутри никого не было. В причинах разбираются специалисты. Весогабаритный контроль. Для большегрузов на дорогах страны действуют ограничения. Носят они временный характер. Мониторинги до 20 апреля будут вести специалисты транспортной инспекции. Так сколько придется заплатить за лишний вес? Разбиралась Татьяна Горбыч. Шестой километр дороги Р-31. Сотрудники транспортной инспекции ведут весогабаритный контроль. Умеряют аппетиты перевозчиков. На этом участке максимальное значение 9 тонн на одну ось. Ежегодно в Республике Беларусь вводятся сезонные ограничения, связанные в первую очередь на обеспечение сохранности автомобильных дорог. По 20 апреля. На всех автомобильных дорогах, где введены ограничения, будут работать посты для организации контроля перевозки грузов. Только за прошлый год в Могилевской области на счету тяжеловесов 555 нарушений. Превышение веса, казалось бы, заметить сложно. Однако у опытных сотрудников глаз наметан. В помощь умное оборудование. Этот комплекс показывает общую массу автомобиля и нагрузку на одиночную ось в диапазоне от 400 килограммов до 20 тонн. Плиты для взвешивания подключены к компьютеру, на который выводится полная информация. Внимание уделяют не только весу. Дорожная милиция проверяет авто по всем пунктам. От техосмотра до накладных. Инспекторы останавливают масс с полуприцепом. Добро пожаловать на взвешивание. Значит, смотрите. Есть нарушение. Это ограничение. Столько возить нельзя. На тележку на третью, пятую ось вам можно только 17 300. У вас выливает 22 150. В результате – серьезный штраф. Компания заплатит 911 рублей, а кошелек водителя похудеет на 160. Вздохнуть с облегчением могут разве что пассажирские автобусы. На них ограничения не распространяются. Сезонные правила не действуют также на провоз животных, цветов, гуманитарной помощи и некоторых других видов грузов. При выявлении тяжеловесного крупногабаритного транспортного средства составляется расчет платы на организацию. Что касается водителя, предусмотрена административная ответственность по статье 18.37. Санкция статьи предусматривает от 5 до 50 базовых величин. Кстати, в Беларуси больше не планируют строить новые автодороги. Основное внимание теперь уделят ремонту покрытий. А их общая протяженность в республике – 86 тысяч километров. Задача госпрограммы до 2025-го – привести сеть в нормальное состояние. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобрыск, 360. Арендная величина, повышение цен и здоровые каникулы. В этом году летние лагеря примут более 350 тысяч детей. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Купить дом в деревне станет проще и дешевле. Теперь нет необходимости одновременно определять рыночную и оценочную стоимость. За начальную возьмут последнюю, но и ее можно будет снижать вплоть до базовой величины. А это 32 рубля. Первые временные ограничения на посещение лесов введены сразу в 13 районах страны. Пока это касается только Гродненской и Гомельской областей. Причина – напряженная пожароопасная обстановка. Штраф до 800 рублей. С апреля базовая арендная величина в Беларуси изменяться не будет. Она останется на прежнем уровне – 16 рублей 90 копеек. Привязка к доллару и евро исключена. Меры принимаются для того, чтобы защитить арендаторов от колебаний рынка валют. В стране подорожало автомобильное топливо. Стоимость традиционно выросла на 2 копейки. 92-й теперь стоит 2,10. 95-й и дизель – 2,20. 98-й – 2,42. Это уже пятое повышение цены за год. В этом году летние оздоровительные лагеря примут более 350 тысяч детей. Предварительные заявки уже собраны из всех регионов республики. Напомним, сейчас в стране продолжаются весенние каникулы. За эту неделю отдохнут более 60 тысяч школьников. Нарушители порядка. Кадры с регистратора, где пассажир выбрасывает из машины бутылку, облетели все социальные сети. Тут же в адрес нерадивого горожанина в комментариях посыпался шквал негатива. Однако на этом история не закончилась. Карина Гуревич раскрыла суть фразы «Деньги на ветер». Эти кадры, кажется, уже видел каждый. Пересечение Крылова и Гоголя. Из Шкоды вылетает пластиковая бутылка. Водитель, стоящего следом авто, сигналит нарушителю порядка. Но пассажир виноватым себя не считает. Высовывается из окна, машет руками и что-то активно доказывает. Затем машины разъезжаются. Но история на этом не заканчивается. Молодой человек был привлечен к административной ответственности по статье 17.5 Кодекса Республики областных правах на нарушениях в виде штрафа. Он размещал твердые отходы в неустановленных для этого местах. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин. Такие вопиющие поступки, хоть и редкость, но все же встречаются на дорогах. Коммунальные службы не дремлют ни днем, ни ночью. Однако водителям и пассажирам стоит знать, за нарушение правил благоустройства штраф до 800 рублей. Юрлица и вовсе могут заплатить свыше 3000. Все участники дорожного движения обязаны принимать меры по недопущению загрязнения и выбрасыванию мусора в неотвезенных для этого местах. Выбрасывание мусора или иных предметов из транспортного средства влечет наложение штрафа в размере от 1 до 2 базовых величин. Если водители или пассажиры решили избавиться от мусора на ходу через открытую дверь, за это тоже придется заплатить. Сумма может достигать 320 рублей, а за нарушение правил обращения с отходами штраф до 1000. В некоторых регионах страны с недобросовестными участниками дорожного движения борются с помощью камер фотофиксаций. Деньги на ветер – еще полбеды. Выброшенный из окна окурок может поджечь сухую траву и стать причиной нешуточного пожара. По статистике, треть таких возгораний происходит именно вдоль дорог. Прежде чем совершить необдуманный поступок, стоит помнить, мусор все равно придется убирать другим людям. Плюс посторонние предметы создают аварийные ситуации на дорогах и сильно вредят экологии. Мусор, размещенный в несанкционированных мест и не убранный, он способствует длительному воздействию на окружающую среду. То есть он загрязняет воду, воздух, землю. Если это, к примеру, пластик, он в дальнейшем может разлагаться на микропластик, попадать в ливневую канализацию. Далее микропластик может миновать системы очистки воды, попадать в водный объект и, соответственно, поражать обитателей воды, которых в нем живут. Если говорить о мировом опыте, то в Ирландии за подобный поступок можно лишиться 5000 евро. В некоторых случаях грозит и ограничение свободы до 12 месяцев. В Японии незаконный выброс мусора карается тюрьмой до 5 лет. Плюс штраф в 70 тысяч евро. Как ни крути, борьба за чистоту – общая задача. И дело совсем не в суммах. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин. Бобруйск, 360. Покоря новые вершины. Обростовый ансамбль «Василек» примет участие в славянском базаре. На днях юные бобручане вернулись с победой с национального отборочного тура международного танцевального проекта «Данс Дрим Фест». Коллектив представил на суд жюри три номера в разных возрастных номинациях. Два из них стали лауреатами первой степени. Один – второй. Танец «Карусель» взял гран-при. Этот конкурс дает нам право участвовать уже в международном конкурсе в рамках славянского базара. Международный хореографический конкурс. В прошлом году было 12 стран представителей. А в этом году уже мы с народным танцем «Карусель» будем представлять Республику Беларусь на этом конкурсе. Это очень почетно и ответственно. В хореографии в «Карусельке» изучают более 200 ребят от 3 до 16. Уже 15 лет коллектив демонстрирует свое мастерство на разных сценических площадках и удивляет зрителя яркими образами и необычными номерами. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова